Взяла, обелила, ливанула и пересчитала основные цветики. Цвет тела чуть-чуть будет розовить, волосики будут коричневить, сиреневить. И вот так все поперечкало, поперепачкало цветиками. Хорошо? Хорошо? То есть каркасные вот эти темноты, розовый, синий берешь, тоже напустишь, напустишь. Рыжий будешь брать, напустишь, напустишь. Так, экспрессивно набирая, экспрессивно. Хорошо? То есть не муссоля, а вот шиком каким-то. Хорошо? Хорошо. Вот, личико, возьмешь разбил, розовенький, и деликатненько наштрихуешь. Смотри, и есть количество вещества, то есть плотность появилась, да? И в то же время его немного, то есть его легко будет разрабатывать. Давай. И здесь тоже есть некая наштрихованность по геометричной траектории. И здесь тоже есть намеки на геометрию, потому что она как бы в интерьере. Когда это сделаешь, возьмешь розовый-коричневый и начнешь создавать идею личика. Смайликом. Здесь, наверное, еще будет наполнено. То есть узенькое личико, да? Да. Смотри, вот к подбородочку легко прибавить губы. Более-менее понятно, где они находятся, относительно подбородка. Кончик носика к губам тоже легко найти. Глазные впадинки, Как очечки на лице, потому что впадинги. Сами глазки чаще всего амбразуркой темной. Что там выражено вполне. Выражено? Да. Прямо вот такие амбразурки. Чуть активнее в амбразурках зрачоники. Есть такое, да? Угу. Намек на бровочки. Видишь, я догоняюсь по соседству, даже на палитру не хожу. Разрез между губочками. Теневая под губочкой нижней. Намек на силуэт. Вот эти дымчатые, вот эти призрачные портретики, они очень романтичные. Ну, уже практически там. Чуть-чуть глазики доделать, так уже и почти готово. И пока мы не научились писать всерьез, мы всегда можем ограничиваться вот таким романтическим образом в портрете. И даже заказчику навязывать подобную идею. Тем более, что эта идея выручает и заказчика, потому что у человека много всяких недостатков. Да, сложно, чтобы... А то недостатки не видны, даже если они есть. И светик тоже будешь очень деликатно доставать. Ой, мамочки, улыбнула. Так что, там же работать ничего не осталось. На полчаса работаете, она приуныла. Носик пошире у нее. Ты прямо иконографичный носик сделала. Хорошо, что сделала сразу красивый цвет губ. Подбородок снила у нее. Смотрят не вниз, а вверх. То есть ты их занизила. И по высоте... Теперь берем синечку. Разбеленную. Чуть-чуть напускаем сюда сининки и самого разбела. Сами глазочки, сами эти, радужку чуть-чуть запускаем. Цветико мощное, тоновое пятно верхнего века с его ресницами. Щель верхнего века и надбробной краснит. Ладно? Слизнячечечечек краснит. И окружен светиком обычно. Вот здесь обычно светик. На нижнем веке кромка толщины века попадает на свет. А само века... А само века... Я слова понятные произношу, да? Да, да. Ага, хорошо. А само века уже имеет скользящий свет, ну и, соответственно, темнее. Чуть бликует... Белок. Белок. И даже, собственно, блик. Именно внутри теневого облака. Щель между губами краснит. Уголочки краснят. Чуть-чуть у нижней губы, снизу, тоже смуглость красноты. Легкий намек на форму. И смотри. Сделал и тут же плоскость лица как бы затер. Губы как будто только что после поцелуя, да? Они сейчас как бы не равны своим границам. И это выгодный ход. То есть ты вычерчивала, 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 потом взяла и в плоскость лица столкнула. И уже после этого начинаешь усиливать очертания. Очертания. И они, смотри, как в плоскости лица находятся. Правда? Носику даешь светлость по верхней этой плоскости. Как только дала светлость, растолкала вещество по цилиндру носа. Еще добавила светлости. И еще раз растолкала. К крылышкам носа тоже добавила светлости. И, наконец, бликующее проявление на носу додала еще. И тоже чуть-чуть уже, чуть-чуть толкнула в сторону. Согласна? Вокруг светничка здесь тоже светик. Значит, сейчас доделай глазик. Если почувствуешь, что все успеваешь, все получается, сотрешь носик, сделаешь носик. Когда сделаешь носик, сотрешь губки, сделаешь губки. Ну, то есть не исключай сразу. Губки. Там тоже. Губки съели. Губки съели в туалет. Лег? Съехали. Съехали. Сама ночь. О. Мы очень часто разворачиваем черты лица Либо нос разворачиваем Либо все вместе разворачиваем Зная эту особенность человеческую Вот если ребенку показать профиль Он скажет, а где второй глазик? Зная эту особенность, что мы разворачиваем Контролируем себя Бледемся именно от этого Опять немножко заузило носик Опять такой он стал иконографичный Смотри, что сейчас произошло Вот этот светик И вот этот светик Отняли нос от плоскости лица Отняли? В очень многих освещениях это происходит на лице Прямо отняли, правда? Все, он явно торчит от плоскости лица Когда мы не знаем этого Что там произошло Мы не делаем это А теперь мы знаем И теперь при каждом удобном случае Если у нас хотя бы намет на это есть То есть мы для себя его отмечаем И у нас нос начинает торчать Внятно Ну опять же, а если не знаем То и этот свет, который вокруг Мы его делаем растертым И он не работает Торчково Вот это место выдвигает верхнюю губу Тоже от плоскости лица Выдвинулись губочки, да? Угу Поскольку источник света обычно сверху То подбородок в верхней своей части До ямочки под губой Тоже светится Угу Приятной розовости поддадим Поддадим? Вот здесь обычно тоже Небольшое проявление светика Причем Поддав, подрезав этот уголочек Мы получаем губы Которые склонны к улыбке Если там светика не будет То губки будут буками Светик довольно близко подходит Глаз домиком стал, да? Из-за этого он печалится Смотри Больше не печалится Угу А что здесь? Глаз был домиком Вот так Понятно Бровка никогда не должна выглядеть Кривым гвоздем Даже если у человека Бровь в каком-то ракурсе Напоминает кривой гвоздь Лучше это преодолеть Под бровью Тело, которое в тени А тело в тени Чуть-чуть розовит Поэтому сначала кладем Цвет тела в тени А потом чернотой Бровочки Заслоняем Согласны? То есть не сразу чернотой А чернота заслонит Цвет тела в тени Количество краски Ты видишь у нас Очень небольшое И мы Очень деликатненько Все это Вот эта щель Краснит Коричневит Поскольку это щель тела А все щели на теле С легкой красниночкой Вот тут такая Нежненькая свистулечка у нее Уголочки Подчеркнуты Обычно всегда И часто Вот эта линия Тоже Несколько подчеркнуты Нижняя губочка Обладает Червячным Состоянием Вот она Червячная Часто оно даже Бликует Хорошенькие губочки Такие Червячочки Наполненные Да Тень под губой Обычно Холодненького цвета Незагорелое место Тело А губочка Снизу Вот здесь Румяна Красненькой Прямо губочки Как губочки Лобику Светлость набрать Поскольку Светлолобость Вообще Идет Человеку И поскольку Это самое Близкое К свету Место Тень от волос Тоже Чуть-чуть Краснит Краснит И здесь тоже Легкая Красниночка Моделируя Вот эти Лоскуты Понабираешь Понабираешь Красненькая 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 что такой лобик чумазенький у нее и чтобы хотели высветить его если бы ты девушку увидела с таким лобиком и подумала бы что заморажка смотри какой у него сплошные пигментные пятна когда работаем с портретом не боимся различать красивое и некрасивое мы когда видим человека мы же очень хорошо различаем узкие губы различаем различаем 7 5 во лбу одну 5 во лбу да все это мы различаем вот так и здесь мы тоже желательно различать такие вещи светлый лоб всегда дает ощущение хорошего человека правда ведь это зря как она сразу по хорошему ты когда красишь личико или не красишь ну когда подруги красят они с румяным на нос наносят все таки это в районе щек происходит даже смущение я это к тому что ты рассуждала предмет как как естественный они как что-то таинственное ничего таинственное таинственного здесь нет в портрете таинства происходит неприметным образом если бог дает одному портрету может дать другому может не дать но это не сильно зависит от человека а все остальное очень наглядно и понятно вот я положил тут же расштриховал все круглится да светик от связничка вернее вот этой площадочки потом поднимается на верхняя века вот такой траектории очень неплохо волосики нашвыряла единственное может не хватает крупных элементов например есть там да ну что если будет только мелкая возня будет чуть скучновато а так появились крупные элементы вроде как повеселее здесь хорошо бы показать идеи плоскости грудной клетки так Кроме мелкостных прикосновений есть и крупные, и даже глубина какого-то угла. Здесь наоборот рассеянное состояние. Красиво, когда то крупное, то мелкое. То обостренное, то рассеянное. Ладно? Вплоть до того, что решаемся на кисть и делаем несколько кистевых прикосновений. Согласны? Лежачий к холсту кистью. Лежачий кистью. Такие перышные прикосновения. Хорошо? Еще чуть-чуть. Ну, я бы еще чуть-чуть добавил. И немножко оранжевить волосяки. Смотри. С оранжевостью она становится интереснее и цветнее и как-то приятнее глазу. Оранжевостью она становится интереснее.